Здравствуйте, я журналист информационного портала и хочу задать вам несколько вопросов, касающихся нынешней ситуации в мире. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, в каких условиях сейчас находятся наши миротворцы в Ливане и как у них организованы условия питания и быта? Казахстанский миротворческий контингент расположился на двух миротворческих базах контейнерного типа. В каждом контейнере проживает до шести человек. Условия проживания максимально комфортные. На базе у нас организовано трехразовое сбалансированное питание, которое обеспечивается со стороны ООН. Также хочется отметить, что у нас имеется оборудованный спортивный зал, где активно наши военнослужащие занимаются и поддерживают спортивную форму. Ну, плюс еще можно добавить, для развлечения личного состава у нас есть бильярдный стол, игровые приставки, шахматы оборудованные, уголок есть, где наши миротворцы могут в личное время заниматься и развеяться. В целом, морально-психологическое состояние наших военнослужащих казахстанских, как оно сейчас оценивается, в каком они состоянии? Морально-психологическое состояние у личного состава находится на высоком уровне. Постоянно с личным составом проводятся занятия по миротворческой подготовке, также по предотвращению, вот, добавили занятия по коронавирусу. Также личный состав в свободное время занимается, организовываем спортивные мероприятия, это, вот, волейбол, также состязания по рукопашному бою. Личный состав руководства Юнифила, то есть временно в силу он в Ливане, отмечен, отмечается всегда в лучшую сторону, особенно, вот, в крайний раз нас отметили навыки вождения у водительского состава. Внесла ли как-то обстановка с коронавирусом коррективы в ежедневную службу? Несмотря на то, что у нас, то есть в республике Ливан, зарегистрировано на сегодняшний момент 256 случаев заражения коронавирусом, COVID-19, везде в стране также объявлена чрезвычайная ситуация. Три случаев полного выздоровления, три случаев летального уже исхода. Также в связи с чрезвычайным положением в стране, закрыты все воздушные пространства, также сухопутные морские переезды. Несмотря на то, что происходит в стране в связи с коронавирусом, наши миротворцы активно продолжают свою миссию в республике Ливан, с учетом, конечно же, необходимых мер, которые нужно сполюдать в зоне ответственности на наши роты. А скажите, какие именно меры в отряде, в роте приняты для противодействия коронавирусу? Какие-либо мероприятия с военными проводятся? Временные силы ООН в Ливане предъявили все меры предосторожности для распространения и предотвращения вируса. Несмотря на это, временный силу ООН в Ливане продолжает свою деятельность в режиме 24-7, в зоне ответственности у нас был введен карантин. На всех пропускных пунктах миротворческих баз стоят дистанционная термометрия, все контрольно-пропускные пункты усилены медицинским персоналом. Также нам запрещено заезжать в зараженные районы, где у нас зафиксирован факт коронавируса. Также соблюдается личная гигиена, личным составом, личным составом, маской, перчаткой. Максимально прекращенный контакт с местным населением. Временное силу ООН в Ливане приняли все необходимые меры. На сегодняшний день ни один миротворец не заражен вирусом COVID-19. А есть ли какие-то сложности или, может быть, риски? Определенная риска всегда существует, потому что протесты у нас в стране продолжаются. В основном они в больших городах, в основном проходят в городе Берут. Но в нашей зоне ответственности было зафиксировано два случая. Это блокировали дорогу и пропускали. Эти митинги носят мирного характера, в основном против правительства. Поэтому наши миротворцы использовали в тот момент альтернативную дорогу. И, несмотря на эти ситуации, выполняют свою деятельность в зоне ответственности. Также хочется отметить, что в предыдущей ротации у нас был случай минометных обстрелов противоборствующих стран. И наш личный состав находился в бомбоубежищах, в местах укрытия. И это продолжалось на несколько суток. Но закончилось все благополучно, да? Да, все благополучно. У нас на каждый случай есть своя инструкция. Личный состав строго следует этим инструкциям. Скажите, ну это общеизвестный факт, что миротворцы не держат оружие в руках, да? И расскажите, чем в техническом плане обеспечены наши миротворцы там, в миссии, в Ливане? Ну здесь насчет оружия. У нас есть четыре степени боевой готовности. Если отметить, то первое это зеленое, где никаких угроз военнослужащим не существует. Личный состав могут ходить без оружия и без средства экипировки. Также есть второй уровень, степень боевой готовности, это желтый. Здесь бронежилет, каска одевается, также носится оружие, но не в боевом положении. Есть третья степень боевой готовности, это красная зона. Значит, оружие и экипировка одевается, оружие в боевом положении. И четвертая степень это черная, полная боевая готовность. На данный момент в стране статус второй степени боевой готовности, это желтый. Мы носим бронежилеты и каски, и с собой оружие, только не в боевом положении. Семьями, вы же постоянно контактируете там, с семьями своими поддерживаете связь. Как они сейчас, что сейчас такая обстановка и в мире, и вообще, да и в Казахстане везде, из-за коронавируса? У личного состава, у всех есть доступ к интернету. На базе у нас есть интернет, где с помощью личного состава может поговорить со своими семьями в отведенных для этого время. То есть у каждого у нас есть свои задачи, плюс есть личное время, определенное, где может ли каждый поговорить со своими семьями, родственниками, близкими. Поэтому в этом плане у нас никаких проблем нет, всегда постоянно на связи, всегда разговаривают. И я, как командир, это дело беру на контроль, с каждым беседую, провожу беседу. Также они могут предупредить своим семьям, что происходит, что у нас все хорошо, чтобы не переживали люди. Вот так вот. Спасибо, спасибо, что ответили на мои вопросы. Всего вам хорошего, до свидания. Спасибо.